Продолжение следует... Вы высадили на холмы академика, потомка-патриарха, рыжий, ассортист, груша, сваров, груша уссурийская. И сейчас абрикосы где-то по метру начали хорошо ветвиться. К сожалению, ни вишни, ни слива. Вот я из-за этой фразы, я и решил ваше письмо прокомментировать. Может, на следующий год зайдут. Так, и второй был вопрос, и третий. Смотрите, я забегаю вперед. Итак, вас они не проклюнулись. Как бы потом не забыть вернуться сюда. Вот это, казалось бы, радоваться надо. Третий год, плохо растет, почва суглина, тяжелый суглина у меня. Ну, такой кусочек сада. Вот эти вот академики взошли, ну, из 20, может, 15, может, 18, я не считал. А рядом Королевский, опять же, с 20, взошел один. Теперь прощих на равных условиях. И на следующий год вообще не взошел. Вот вам пример у меня. Не все так гладко в моем Королевске. А теперь смотрите. Вот это Ирина Санна, наша супермодель. Вот. Я уже и так, и так думал, как мисс Северное Содоводство. Или мисс Процесс Оодоводство. Вот. В общем, но первый мисс. Вот мы с ней изучаем эти абрикосы за сын на второй год. Вот так. Теперь. Сейчас, одну секунду, я подскажу за этим. Передетолгий разговор. Учтем то, что был перерыв. Я сейчас присущаю. Горма пересыхает махом. Спасибо. Так. Итак, получается, что не просто всходы, дружные всходы. И переходим в это абрикосы. А вот сливы. И все это случилось в один год. Сливы тоже самое. Почему они не зашли годом раньше? Об этом мы будем говорить чуть позже, когда дойдем. Это важнейший момент. Обидно, страшно. Как тут написано? Почему обидно? Ни одна вишня, ни слива не проклюнулись. Так. Но будем надеяться, что на второй год проклюнутся. А может, они не взойдут никогда. Вот. Вот. Именно это я хотел сказать. Пока оставляем. Но там ниже будет специальный материал. К нему вот-вот подойдем. Второй вопрос. Что мне спланировать на будущий год по абрикосам и по грушам? Обрезка, прививка. Либо еще год не трогать, пусть растут. Тут все зависит так. А я уточнял. Оказывается, вы выросили прямо на буграх. То есть, без пересадки, без ничего. Значит, обрезка может быть нужна. Но я бы мог буквально по каждому фото дать совет. А так сказать, режьте, не режьте. Значит, есть ветреные места. А абрикосы, даже и груши, которые самые капризные при воде, все равно должны иметь раскидистую крону. Причем не специально, когда режут, режут, вырезают. Там десятки веток дурью занимаются. А просто один раз отрезается центральный проводник, один раз. Все, больше к нему не подходит. Но опять начинается. Где растут груши и абрикосы? И груши и абрикосы боятся проливных дождей, больших дождей. У них начинает гнить. Даже когда вода просто течет по штамбу, штамп начинает гнить. И абрикосы и груши не предназначены для половины России 100%. Тогда получается, там, где места сухейшие, там можно позволить себе. И наоборот, ветреные. Это уже конкретное место надо подбирать. Не место, а именно сорта и технологии под конкретное место. Там ветра, абрикосы на большой высоте обмерзают быстро. У меня таких примеров. Покойный, уже, к сожалению, покойный мой друг из Саратова, Чернышов. Он мне, Валерий Петрович, три года переписка. А запомнил память особая, избирательная. В Саратове нет абрикосов, плодов. Четыре года нет, пять нет, шесть. Причина – 30 градусов мороза и обмерзание из-за метров. Тридцать градусов хватило, чтобы уже не было урожая. А он же специалист, он работал замдиректора этого самого научной станции. Не случайный человек. И что получается? А вы спрашиваете, обрезку делать или не делать? В одном случае надо делать, чтобы в сухих местах, назовем их, так сказать, планово засушили мы. Пусть вот такой будет. Но пусть не влезет там, где ветра будут этого не сажать. А бывало, что интересно, один год все верхние ветки в плодах, а нижние пусто. Другой год тут чокались, все нижние ветки, вплоть до тех, которые аж на земле лежат. Вот. Все в плодах, а верхняя часть яруса пустая. Вот попробуй, дай совет. Итак, там, где сырость большая, к абрикосам и грушам, секаторам вообще подходить нельзя. Их задача, у них особенно груша вот эта, я вам еще один раз покажу. Вот такой штамп по свертикальной ветке, по свертикальной. Вот задача спасти штамп от гниения. А таких мест сырых, а сейчас вообще непонятно ничего. Вот сейчас я вам покажу одну вещь, смотрите. А то потом отвлекусь. Это мое любимое занятие, кстати, видели? Да, лягушка, которая приехала к нам с другой планеты. Скажите, что я не прав. Ладно, это я так прикалываюсь. Смотрите. Вот это вот вся планета. Видите? Что здесь написано? Фото поля сверху. Это все снималось там с вертолетов, самолетов, с космоса. Видите? Вот. А теперь скажите, вы поняли, почему? А ведь это когда-то лес был. А вы знаете, что вся Россия когда-то была лесной. Ну, кроме дикого поля. Да? Вы представляете, что натворили? А каждое дерево – это связь между почвой и небом. Вот это вот никто никогда… Мы еще поговорим об этом чуть заранее. Никто никогда не понимал и не принимал всерьез. И я потом еще скажу. Каждый человек на земле не просто выросил сына, посадил дерево. Сто деревьев кажут, тысячу деревьев. Везде. Любая пустошь, любой этот самый косогор, где ничего не растет. Посмотрели бы Китай, гигантская работа, которую мы даже представить себе не можем. Вот. Лес вместо пустыни. А мы даже там, где деревья просто вывелись, просто уничтожили, не можем это себе позволить. Если мы не восстановим опять лес хотя бы частями… Ну, каждый, каждый школьник, каждый этот… Ну, где наши-то люди там уже? Сейчас Якутия догорает, сейчас эти перекинутся на Краснодарский край. Уже ничего, и этот самый, Иркутская область, уже ничего не остановит. Сейчас страна вздохнется от дыма. Будем просить за это самое, в Евросоюз перебраться. Кто, у кого связи есть. И вот что получается. Пока вернемся к нашим баранам. То есть, они бараны, а мы, это самое, молчим. Итак, я уже сказал, обрезка, прививка – это все вам придется решать. Наверное, придется на вопрос просто так ответить невозможно. Здесь кто-то принципиально не прививает, будут иметь… Ну, как вот у моей Кати, у моего администратора, я вам показал на ладошке. Она уже счастлива. Это соки, компоты, варенье и кусты. Даром, что называется манджорсы. Надо ли специально укрывать на зиму, либо только от мышей защитить? От мышей защитить – это святое. Лучший способ – санэпидемстанция, отравленное зерно. А зерно защитить от птиц, чтобы ели только мыши. Вот, я говорил, раскладывайте по бутылкам, расширяйте отверстие немножко, мыши они прорезут. Вот, и спасибо, Владимир, за эти вопросы. Надо ли специально укрывать? Да, некоторые укрывают, рискуя, что сопреют. Ведь вспоминал там, вы как раз видите, о чем вспоминали? Рабрикосы и погруши. И те, и те сопревают, будучи утепленные, будучи, казалось бы, спасенные от мороза. И те, и те. И потом, когда-то они выросут в двухэтажный дом, а если повезет, то в трехэтажный дом. Поэтому и с самого начала оставьте в покое их. Средина замерзнет, замерзнет пусть и сразу. Вот. Вот на такой ответ мой. Спасибо.